Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Сегодня расскажем о том, кто же по национальности кавказская пленница Наталья Варлей. Известную кавказскую пленницу, понятное дело, знает и любит весь наш огромный Кавказ. Но вот об истинных национальных корнях Натальи мало кто знает, даже из самых ее верных поклонников. Говорят, в 1967 году, сразу после выхода той самой комедии, в спортсменке-комсомолке Нине восхищенные кинозрители видели то армянку, то грузинку, то даже цыганку или горскую еврейку. Доходило до ожесточенных споров, кто же такая эта прекрасная Варлей и девушку какой именно кавказской нации она сыграла в фильме. Благо интернета в те годы не было и толком рассказать о родословной мегапопулярной советской актрисе никто не мог. Но на самом деле Наталья с Кавказом вообще никак не связана. Ну, кроме того, что любит часто приезжать на отдых в Кисловодск и полвека назад снялась у Леонида Гайдаев «Кавказской пленницы». Режиссеру, кстати, она показалась подходящей на роль не столько по типажу, а по своим навыкам цирковой актрисы и по готовности сниматься в купальнике, что тогда рискнула сделать бы далеко не каждая девушка. В жилах Натальи течет по большей части европейская кровь. Ее предки по отцовской линии – два молодых брата по фамилии Ворли. Они прибыли в Россию из Британии еще в далеком 19-м столетии. Дело в том, что братья были по профессии жакеями и нашли в Российской империи прибыльную работу на местном конезаводе. Изначально оба Ворли планировали лишь заработать немного денег, да пожить в России всего пару лет. Но затем встретили красивых местных девушек, женились и остались тут навсегда. Только британскую фамилию свою для простоты произношения переделали на русский лад. К слову, фамилия Ворли до сих пор очень часто встречается в Британии. Также этим именем называются несколько английских городков. По матери у Натальи Ворлей также европейские гены. Ее мама Ариада была из знаменитой французской династии профессиональных геологов Барбот де Марни. Сама же Наталья родилась в румынском портовом городке Констанца, где после Великой Отечественной войны некоторое время служил капитаном корабля ее отец Владимир. Может быть, благодаря своему южному месту рождения она и вышла такой смуглянкой. В общем, Нина на самом деле европейских корней. Никак с Кавказом не связана, ни одним местным языком не владеет. И скорее бы ей подошло прозвище «Британская пленница». Сама же Наталья всегда считала себя русской, каковой по факту и является. В самом же фильме, на мой взгляд, Наталья воплотила черкесскую или абхазскую девушку. Вот только почему-то дядя у этой девушки был армянином с мусульманским именем Джибраил. Хотя, как рассказывала сама Наталья, на одном из творческих вечеров, однажды ее в молодости взаправду чуть не похитил бородатый таксист в Кисловодске. Шофер, не узнавший актрису, внезапно попытался увезти свою прекрасную пассажирку в горный аул, так, чтобы следов похищенной не нашли. Но когда вытащил из сумочки ее паспорт, то прочитал фамилию. И тут же высадил от греха подальше на обочину. А сам умчался в неизвестном направлении. Ошеломленная Наталья даже не стала подавать на своего несостоявшегося жениха заявление в полицию. А какую национальность больше всего Наталья напоминает вам? Напишите об этом в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забудьте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!